Сегодня наша съемочная группа осталась за забором строительной площадки детского сада одного из районов города. Как и представители администрации Чебоксар, их и нас не пустили на объект. Почему? В репортаже Алены Герасимовой. Строительство детского сада идет в микрорайоне Университет-2. Ни журналистов, ни представители мэрии, которые решили проверить условия труда и наличие договоров у рабочих, на площадку не пустили. Якобы нет специального разрешения. Сотрудника компании-подрядчика, который даже не посчитал нужным представиться, не смущало, что перед ним представители заказчика строительства. И мы должны знать все, что творится на нашем объекте. В том числе мы должны знать, кто работает на нашем объекте, оформлены ли они надлежащим образом. После долгих разъяснений специалистов согласились пропустить, но без журналистов. Цель вашего визита, если есть, пойдемте. Пресса нам зачем для этого? На объекте все-таки есть какие-то нарушения, предполагаем. В связи с этим, скорее всего, и связана эта ситуация, что ни представитель заказчика, ни пресса не пускают на территорию объекта. Впрочем, чтобы увидеть хотя бы некоторые нарушения, заходить на территорию нашей съемочной группе не пришлось. Вот один пример. На некоторых рабочих отсутствовали защитные каски. В соответствии с правом по охране труда в строительстве, все лица, находящиеся на строительном объекте, обязаны находиться в строительных касках. Разбираться в ситуации теперь будут соответствующие органы. Что же касается соблюдения законодательства, то за уклонение от заключения трудовых отношений работодателю, если это юридическое лицо, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Рабочие делают свой выбор. Видимо, соглашаясь на такие условия, они готовы остаться без социального пакета, наработанного стажа и гарантий в случае производственной травмы.